Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замберус к стволам и запукам много вопросов. Например, разве ППХ может быть с девятью патронами? Или копипаста в стиле копидайс может быть годной, как мы задавались в прошлый раз? Или зачем винтовке со свитспотом от 100 до 150 метров нужен глушитель? Все эти вопросы витают в воздухе и терзают наши умы. Но я и вы можете быть уверенными, что винтовка Росса лучшая снайперская винтовка в DLC АПОК и, возможно, во всем Battlefield 1. Удивительно, когда маленький скрытый модуль может сделать из простой винтовки лучший ствол для средних и коротких дистанций. Винтовка Росса по факту стала копиркой с Ли Энфилда, скорость полета пули, свитспот, баллистика, отдача. Одно и то же. Различия есть только в темпе стрельбы, скорости перезарядки и количестве патронов в магазине. Но почему Росс лучше Энфилда? Прямой затвор. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. А, дурацкая шутка. Очень печально и грустно, что система вариантов полностью убила игру. Росса обладает прямым затвором и его выделяет на фоне Ли Энфилда. А что было бы, если бы Дайс успели реализовать кастомизацию? Ли Энфилду не было бы конкурентов, но Дайс, к счастью, или к сожалению, не успели. Для открытия винтовки Росса вам необходимо настрелять всего 50 человек, играя снайпером. А в скором времени для всех обладателей премиума добавят в кавычках бесплатный вариант этой винтовки. Винтовка Росса без прицела. Задания на ее открытие пока нет, но про него будет отдельный ролик снят. И тогда мы, кстати, поговорим о различиях версии. Основные критерии при выборе снайперских винтовок в батле – это скорость полета пули, темп стрельбы. В Battlefield 1 еще можно выделить свитспот, но в данном случае это предпочтение чисто индивидуальное. Я не скажу, что винтовка Ли Энфилд самая быстрая по темпу стрельбы или по скорости полета пули. Но она была оптимальная на дистанциях меньше 150 метров, где уже фаворитами становились русский винчестер и гевер 98. Ни один ствол вот на дистанциях меньше 150 метров не мог выбить из рук этот кусок британского дуба, пока не появился канадский клён. Росс при меньшем магазине 5 вместо 10 патронов обладает темпом стрельбы в 62 выстрела в минуту. Это не только быстрее Энфилда, но и очень близко к Манлихеру М95. При этом, в отличие от Манлихера, у Росса есть свитспот, как у Ли Энфилда. На дистанции от 40 до 75 метров вы ваншотите противника в грудь. А в отличие от Ли Энфилда, на Россе есть прямой затвор. Всё. Винтовка Росса по факту убила два ствола из ванильного Battlefield 1. На короткой дистанции Росс эффективен, как Манлихер М95. А на средней он в разы удобнее того же Ли Энфилда, который следует брать только по причине большого магазина на 10 патронов. Ну или отсутствует дополнение апокалипсис. Минус, ну наверное только один, это 5 патронов в магазине, хотя это не точно. Перезаряжается он довольно быстро. Характеристики. Урон стартовый 80 на дистанции до 20 метров. Урон максимальный 100 на дистанции от 40 до 75 метров. Урон финальный, финишный, я не знаю как подобрать слово. 80 на дистанции от 113 метров. Темп стрельбы 62 выстрела в минуту. Полная перезарядка займет у вас 3,8 секунды. В целом система вариантов дала огромные возможности для разработчиков. Можно создавать десятки стволов, которые будут уничтожать конкурентов только по причине наличия одного модуля. Которые по идее должны были быть в кастомизации, которая по какой-то причине не дошла до нас. Винтовка Росса сейчас единственный правильный вариант для снайперов, которые играют в агрессивном стиле М95 или же грамотно прикрывают братьюнь по команде с Лиенфилдом. Росс это ваша винтовка и теперь она останется лучшим вариантом, ну навсегда, так как вряд ли мы получим серьезный ребаланс оружия, ибо Battlefield переживает сейчас последние деньки и последние патчи. Ну а если вы хотите увидеть ролик посвященный кастомизации Battlefield 1, то пишите зомбик запили нам правду про кастомизацию. Увидимся на поле боя, пока. Субтитры сделал DimaTorzok